Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. К нам едет генерал. Президент подписал указ о назначении нового начальника областного полицейского главка. Самара в 3D-формате. На Иволге представили мультимедийную выставку главных городских символов. Первый экзамен перед чемпионатом мира. В Самаре открыли фан-зону Кубка Конфедерации. Новым начальником полиции региона стал генерал-майор Александр Винников. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Винникову 54 года. Раньше он возглавлял МВД по Магаданской области. Был ярым борцом за соблюдение закона о тишине и ограничение продажи безалкогольных тоников. До этого Александр Винников 20 лет проработал в уголовном розыске и криминальной полиции Санкт-Петербурга. На должность Магадан переводился еще полковником. Очередное звание получил через год. Когда нового начальника представят самарским коллегам, пока неизвестно. История Самары как на ладони. На молодежном форуме Иволга открылась выставка «Самара-2018». Посетители познакомят с историей края, его достопримечательностями и достижениями. Также расскажут о подготовке города к чемпионату мира по футболу и наследию, которое останется после. Как сделать историю города интересной любому и при чем здесь 3D-принтер? Репортаж Валерия Макаровой. Очертания этого шатра напоминают стадион Самара-Арена. А внутри шаг за шагом воссоздана история города на Волге. От его основания до современности. Самару никогда не осаждали киноземельные войска. Много раз именно она состоялась в арене важнейших сражений народных восстаний и гражданской войны. Самара находится в самом сердце населения, но часто лишались любые государства. На огромном экране фильм о том, чем Самара гордится по праву. Достижения науки, промышленности, уникальная архитектура, исторические личности и события. Дополняет мультимедийную выставку экспонаты, напечатанные на 3D-принтере. Это знаковые для города символы. Первым гостем выставки стал глава Самары Олег Фурсов. Это все дело в Самаре, да. Эта часть делала лаборатория политикического университета. Студенты, они представили громко в области молодежной политики. И эта идея пошла от их идеи. Свет, звук, видео и текст окружают со всех сторон. При этом информация будет понятна каждому. Узнать интересные факты о Самаре смогут и иностранные гости. Весь текст выставки написан на двух языках – русском и английском. Организаторы позаботились даже о слабовидящих людях. Для них есть вот такие устройства. Это электронная лупа. Наводим ее на текст, фокусируемся, и лупа покажет то, что глаз увидеть не может. Даже коренные самарцы удивляются, сколько всего не знали о родном городе. Я узнала, почему ладья у нас стоит на набережной. Узнала, почему именно символ коза у нас. Вот здесь ребята рассказывают. И здорово, что мы сейчас дошли. И сразу несколько человек сразу подбежали. Начали, ну там, давайте мы вам проведем экскурсию. Вообще очень здорово. Действительно, на входе гостей встречают волонтеры-экскурсоводы. Они прошли интенсивную подготовку по краеведению и готовы ответить на любой вопрос. Было три занятия по четыре с половиной часа. Плюс еще было одно занятие по иностранному языку, так как мы все волонтеры должны были иметь базовый английский язык. Проходили занятия с иностранцами. Рассказывали ему о нашем городе сами на английском языке. Шатер с выставкой «Самара-2018» будет находиться на Мустрюковской поляне во время форума Иволга и Грушинского фестиваля. После она переедет на набережную Самары около бассейна ЦСКА ВВС. Считаю, что это очень хороший такой шаг в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В рамках продвижения имиджа Самары на, скажем так, всероссийском уровне. И уверен, что он вызовет неподдельный интерес и как самарчан, так и приезжих гостей. Во время своего визита на Иволгу глава Самары прошел по лагерю, посетил инклюзивный городок и встретился с участниками и руководителями форума. Самары не выключаются? Да не выключаются. Не много. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Ворная Россия по футболу начала Кубок Конфедерации с победы. Этот турнир предваряет чемпионат мира и считается его репетицией. Несмотря на то, что игры в Самаре не проходят, в городе не остались в стороне и открыли фан-зону кубка. Что за турнир уже принимает Россия и как Самара встретила большой спортивный праздник, знает Андрей Горкуленко. Кубок Конфедерации турнир репетиция чемпионата мира. Его принимают 4 города. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. 8 команд лучшие из каждого континента за 2 недели сыграют 16 матчей. Для городов это серьезная проверка перед мундиалем. Опыт проведения этого турнира будет использован и самарскими организаторами. Как раз в Питер поехали для того, чтобы посмотреть, как идет подготовка в Санкт-Петербурге. В том числе завтра у нас еще бывает человек, который едет в Сочи и тоже посмотреть. Там будет Кубок Конфедерации, чтобы учесть этот опыт и здесь его внедрить у нас в Самаре. Для Самары турнир тоже стал репетицией. Правда, не проведение матчей, а организации фан-зоны. Гости праздника насладились концертом, участвовали в конкурсах. Вместе съели 15-метровый торт, выполненный в футбольной тематике. На сегодняшний день ведется работа на 72 дорогах, строится стадион на 45 тысяч мест. Меняется инфраструктура города, улучшается транспорт, транспортные развязки. Город получил новое развитие во всех направлениях, от социальной сферы до благоустройства. После того, как отгремела церемония открытия Кубка Конфедерации в Санкт-Петербурге, в Самаре на главной сцене фан-зоны детский театр «Задумка» показал спектакль. В представлении ребята рассказали историю чемпионатов мира, показали самые яркие танцы народов тех стран, которые уже принимали мудя. Кульминация дня – стартовый матч Кубка Конфедераций. Россия – Новая Зеландия. Его транслировали на двух больших экранах. За игрой болельщики следили пристально. Вместе расстраивались с промахом. И вместе искренне радовались забитым мячам. Сборная России в итоге победила новозеландцев 2-0, набрав важные необходимые три очка. Опытные болельщики задавались вопросами о качестве игры и реализации голевых моментов. Любители просто наслаждались атмосферой спортивного праздника. Но победа пришлась всем по душе. Мы рассчитывали, что больше выиграем. Я рассчитывал еще как минимум два гола. Потому что мне кажется, вот один гол, который мы еще не забили, он нам откликнется. Очень круто сыграли, собрано самое главное. Ну, конечно, мы помогли им выиграть. Без нас точно бы 0-0 было. Я лояльно отношусь к футболу. Мне нравится смотреть, когда наши выигрывают. Сборная России по футболу свой первый экзамен на Кубке Конфедерации уверенно сдала, победив сборную Новой Зеландии. А Самара показала, что уже сейчас способна принять чемпионат мира, который будет через год. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А тем временем до чемпионата мира остается меньше года, 360 дней. И наш телеканал запускает обратно отсчет. И теперь вы точно не пропустите, сколько времени останется до главного футбольного турнира. Медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. Лучше получили награды. Одна из них хирург высшей категории Валентина Иванова. Почетный профессор Самарского медицинского университета спасла тысячи пациентов и воспитала несколько поколений врачей. С легендарным хирургом встретилась Валерия Макарова. Вот во время операции одной у Виктора Петровича получилось вот такое осложнение. А вывести сердце через маленькую рану уже сложно. Он так вот выводится, а вон сломалось. И он тогда, Виктор Петрович говорит, надо, ты возьми на память. Память о своем коллеге, одном из лучших кардиохирургов России, Викторе Полякове, Валентина Дмитриевна Иванова, хранит уже много лет. Она и сама человек-легенда. Преподает в Самарском медицинском университете более полувека и воспитала несколько поколений хирургов. Стать врачом она не мечтала. В годы войны хотела строить самолеты для фронта. Вот как-то мне хотелось что-то помочь авиации. И мне казалось, что самолет строительный факультет – это мое призвание. Но родственники отговорили, мол, медицина для девушки – более подходящее дело. Первая практика в военном госпитале показала, что здесь нужен настоящий характер и стальные нервы. Еще студентка Валентина Иванова боролась с последствиями голода в Молдавии. После уехала за мужем на Сахалин. И в 24 года стала главврачом городской больницы. Приходилось не спать сутками и проводить десятки экстренных операций. Это большой порт. Туда заходят со всего Дальнего Востока, из Вьетнама, из Китая, сюда, из России, из Владивостока идут сюда. Там всякие происшествия. Дежурство было как? Днем я работала. Дежурство с шести вечера до восьми утра. Это очень утомительно. В 1974-м Валентина Дмитриевна стала завкафедрой оперативной хирургии в Куйбышевском мединституте, где преподает до сих пор. Ее профессионализмом, стойкостью и любовью к профессии восхищаются и студенты, и коллеги. Это абсолютно удивительный человек. Мы все у нее, так сказать, младшее поколение преподавателей учимся. Учимся отношению к делу, учимся ответственности, учимся отношению к студентам. Когда студенты выходят от нее, видно, как глаза у них горят. Она заинтересовывает своим предметом студентов, а это на самом деле очень важно. Валентина Иванова была признана одним из пяти лучших клинических анатомов России и уже подписан указ о новой награде. Ей присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области». Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. Далее, коротко о других событиях дня. В воскресенье 18 июня в Самарской области произошла жуткая авария. На 932-м километре трассы М5 в Сызранском районе столкнулись две машины. Есть жертва. По данным полицейских, примерно в пять часов вечера «Фольксваген Поло» ехал в направлении Москвы, а Вазовская 99-я стояла на обочине. В результате столкновения отечественная легковушка перевернулась на крышу, ее 59-летний водитель погиб. По предварительной версии, водитель «Фольксвагена» уснул за рулем. В Самарском региональном управлении Роспотребнадзора назвали пляжи, которые получили заключение о соответствии с санитарным правилом. Это пляж Красноглинского района, а также при санатории «Можайский», в районе Барбошиной Поляне и на спуске Советской армии. Готовность пляжей на первой и второй очереди набережной Волги специалисты называют «высокой». Отметим, на четвертой очереди пляжа в этом году не будет из-за реконструкции. Кроме того, еще одну купальную зону должны оборудовать в загородном парке. Напомним, открыть пляжный сезон в Самаре планировали 15 июня, но не все пляжи успели оборудовать из-за слишком высокого уровня воды в Волге. В Самаре 23-летний мужчина через интернет торговал таблетками для похудения с содержанием сильно действующего вещества сибутрамин. Оперативники выяснили, что злоумышленник отправил почтой 5 посылок в Оренбургскую область, Ханты-Мантийский автономный округ, Алтайский край, Астрахань и Челябинск. Общий вес вещества составил 41 грамм. Полицейские возбудили 5 уголовных дел. Выяснилось, что их фигурант приехал в Самару более года назад и проживает без регистрации. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Появился предварительный график плановых работ на самарских системах водоснабжения в период с 19 по 22 июня. Без холодной воды поочередно останутся несколько микрорайонов города. Адреса, даты и время опубликованы на сайте ресурсоснабжающей компании. В списке поселки Мехзавод, Крутые Ключи, Шведская Слобода, Новая Самара, дома на улицах Солнечной, Ташкентской, Димитрово, Нововокзальной, проспекте Карла Маркса, на улице Авроры и Партизанской. В ТТУ Самары поступили еще два трехсекционных трамвая. Их максимальная скорость 75 км в час. Всего в депо находятся четыре таких трамвая. Позже в Самару доставят еще шесть. Вместимость каждого из них более 200 пассажиров. Они будут курсировать до стадиона Самара-Арена. Трамваи уже прошли технические испытания в Самаре. На городские маршруты они выйдут после обкатки на рельсах. На это уйдет около месяца. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Юность в сапогах. Сотни новобранцев ЦВО приняли присягу. Политика, журналистика, экология. Программа выходного дня на Иволге оказалась насыщенной. Буйство гортензии и питуньи. В Самаре прошел фестиваль цветов. В субботу 17 июня на 87-м году жизни скончался заслуженный артист России, ветеран театра «Самарт» Алексей Симкович. Лауреат первого Всероссийского фестиваля детских театров и губернского профессионального конкурса «Самарская театральная муза». Алексей Ефимович был также удостоен специальной премии жюри конкурса за преданность актерской профессии. Его репертуар был широк и многообразен. Актерская жизнь насчитывала более 250 ролей. Он играл Д'Артаньяно, Рубин Гуда, Петю Трофимова и Корчагина, а также поставил несколько детских спектаклей в родном театре «Самарт». Поклонники творчества Алексея Симковича могут проститься с ним завтра, 20 июня. Гражданская панихида состоится в 12.00 в Самарском доме актера. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Продолжение следует...